здравствуйте кому интересно какие-никакие все-таки новости вот эти вот клиночки сейчас в работе это те самые узкие думаю пару сделать может заковыми опору в стандартном правильном варианте то есть с полным везде без заковов вот такие вот вещицы у меня выходит сейчас закалил зачистил твердость шикарная и что еще те заказные клинки сейчас покажу чтобы не быть голословным вот эти вот просверлилась только вот этот моделька и другая моделька по одному все остальные не сверлится поэтому они были в отпуске то есть отпустил их но опять не хватает то есть той минимальной какой-то твердости чтобы хотя бы сверло его просто могло просверлить поэтому сейчас на второй отпусках заложил не знаю поможет не поможет не знаю ну то есть если долго мучиться что-нибудь получится я бывало по 5 по 6 по 7 раз отпускал тут всякими режимами будет просто пакет накованная сталь это та еще морока и и мало того что отпустить ее проблемно вообще просто чтобы просто сделать вот здесь отверстие и и также проблемную зарезать шлифовать там тачивать она как стекло хотя не знаю стекло полегче бы я шлифанул очень вот как то так это пакет накованная вот как бы так вот так что начал я работы с этими вот клинками что сделаю то сделаю ну чтож всего полдня позади а у нас уже какой-то результат а это грубая шлифовка прямо грубая грубая вот такая вот ну я единственно что просто вывел их по грубому то есть дал им геометрию нужную давайте послушаем скупой такой до звон вот в таком состоянии сейчас клиночки почти так же уже звучит почти хотя они еще в грубой шлифовки прямо полу обдирка полу шлифовка еще раз почти почти так же пока все идет хорошо пока все получается посмотрим самые принципе сложные это впереди это самое такое как бы удоемкой то есть и сейчас придается правильной геометрии сейчас еще и ранее до этого до закалки еще уже придавалась геометрия то есть выравнивался из каждой обдиркой шлифовкой там и прочим переходом каждым выравнивается выравнивается выслеживается то есть вот именно вот эта вся прямота чтобы эта струнка шла правильно чтобы равномерность там происходило одинаковое вот еще раз повторюсь что делаю вот этими вот приспособлениями то есть там не как вот я видал там некоторые там как называют на гриндере там прям берут там приспособу какую-то и по ней вот таскают там угол туда-сюда нет ничего нет я просто так вот беру на пальцы и оттаскаю то есть вообще никакого представления тут просто на весу то есть у меня руки всегда на весу даже подставки под руку нет вот если еще у кого-то вопрос такой возникнет то есть вот я отвечаю сразу на вопрос потому что частенько спрашивают какими приспособлениями пользуетесь никакими вот единственное приспособление это вот руки причем все на весу тоже день нашел концу бодренько бодренько что так работает наверное на радостях то что могу заниматься этим делом который мне нравится и результат на сегодня это лезвие полностью готовые лезвия то есть тут везде кругом все надо еще обрабатывать обрабатывать все выравнивать и подкруглять и полировать и так далее не важно самое главное это готово самое главное что я обычно в первую очередь делаю это лезвие вот так вот их полирнул ну точекаш протереть надо тут еще все умазано конечно да такой же скупой звук вот давайте покажу что получилось так раз начал вот это просто протирал так вдальняка в этом полоске остались вдальняка так их нету принципе и принципе их вообще нет просто так протираю вот все получаются хорошо вообще никаких претензий у меня к ним нет ни к одному клиночку вот так вот так вот так еще два то есть 3 получиваем протереть сейчас вот вот истинный блеск он темный ну правильно его блеск то есть какой вот он должен быть у леройской стали а то спора идут кругом вот дамаск не для бритв дамаск не для бритв ну нет так нет то есть я же не спорю то есть вам же решать вам же думать что для бритв что нет поэтому вот пожалуйста мне нравится дамаск есть сомнения нет проблем берите выбирайте убирайте у леройской стали что я точно уверен так что они фору дадут многим-многим импортным аналогом прям фору дадут реальным а так в принципе у меня на сегодня все день прошел успешно все шло как по маслу вот люблю когда так вот то есть делаешь он без потокача какого-то там либо без каких-то там нюансов таких неприятных все как-то идет идет ровно ровно прям все получается все как-то одно за другим вот это вот то что называется как счастьем вот оно какое счастье и принципе дело за мелочами они тоже таких лопатные такие надолго и хватит тут еще денек точно у меня как минимум полностью уйдет что вот это вот все примеру бушки надо будет закруглить по головкам пройтись тут хитро чтобы ничего лишнего цепануть опять же не перегреть тут тоже надо будет шлифануть полирнуть все все так насечки там туда-сюда либо калибровать отверстие никогда я об этом раньше не говорил но я это делаю то есть посмотрите отверстие это хорошо а вот откалибровать его еще потом после этого в идеал то есть вести то что во время термообработки там всего этого там где нагар где железо до маленького гульнула где повыше где пониже вот нужно это калибровать да а право я уже говорил попытаюсь сделать вот из этих да что на принципе попытаюсь нормально такая упругая древесина кака поверх тут я запас еще мало думаю надо еще больше запасти то есть хочу подниже еще и шкатулки не шкатулки шкатулка это уже более такой по-моему большой размер а футляры футляры вот такие вот узкие футляры забахать из такого же вот капа ореха до дороговато это дело до с шкатулку с футляром так это будет вообще дороговато вдвойне в тройне даже какой там ну там вот сами понимаете что вот я вот на эту потрачу и что вот на эту потрачу вот разница ну ладно дело не в этом ценители оценят а так все сейчас пойду проверю как там у меня вот такие вот варианты отпустились не пустились второго раза а а так все спасибо за внимание до свидания